Кали черная, также известна как Клик или Сэйчуаэм, богиня в индуизме, одна из десяти Даша Махавидья. Кали является яростной формой шакти и появляется в мифологии как уничтожитель демонов. Гнев Кали настолько ужасен, что грозит существованию мира, поэтому особая тема в мифологии – усмирение Кали. Также в мифологии Кали – защитница богов и дайрующее освобождение. Последователи тантрического шактизма и различных тантрических сект поклоняются ей, как высшей реальности или брахману. Кали является объектом поклонения множества культов и религиозных течений. Кали часто изображает состоящий или танцующий на своем супруге, боге Шеве. Киэль – женская форма понятия «время» или «полнота времени», образованная от мужского кла, и, как следствие, изменяющийся аспект природы, ведущий к жизни или смерти. Среди других имен есть такие, как «клартри», «ночь смерти» и «клик», «темно-синяя». Другое значение слова «кла» – это черный, темный, темно-синий. Смешение этих понятий, как утверждает исследователь санскритской мифологии Томас Кабурн, произошло на уровне бытовой этимологии. Как пример, он приводит отрывок из Махабхараты, описывающий женскую фигуру, которая уносит души убитых воинов и животных. Она называется как «клартри», которую он переводит как «ночь смерти», а также как «кейэль». Которую, можно прочитать здесь как собственное имя или как описание темного-синего. Изображается в виде худой четырех рукой длинноволосой женщины с голубой кожей. Обычно обнажена или одета в шкуру пантеры. В верхней правой руке она держит окровавленный меч, разрушающий сомнения и двойственность, в нижней левой – голову демона, символизирующую отсечение эго. Нижней правой рукой она делает защитный жест, прогоняющий страх, в то время как верхней левой рукой благословляет к исполнению всех желаний. Четыре руки символизируют четыре стороны света и четырех основных чакры. Ее темно-синий цвет – цвет бесконечного космического, вечного времени. Голова, которую несет Кали, представляет собой эго, идею «я есть тело», которую она уничтожает. Черепа также показывают ее способность освобождать ум от идентификации себя с телом. Взерошенные волосы богини Кали, Элокеши, образуют таинственный занавес смерти, который окутывает всю жизнь. Труп, на котором она стоит, указывает на приходящий и ниже поставленный характер физического тела. Кроваво-красный язык символизирует гуно-раджас, кинетическую энергию Вселенной, символом которых является красный цвет. Кали – многоликая богиня, которая руководит жизнью с момента зачатия до смерти. Она символизирует космическую силу вечного времени. Кали символизирует вечную жизнь. Вечная жизнь имеет цену. Только то, что является бессмертным, может быть бесконечным, поскольку ничто не может изменить его природы. Смертный и переходный процесс рано или поздно закончится. Чтобы извлечь пользу из вечности, которой является Кали, нужно принести в жертву нашу смертную природу. Поэтому Кали обычному глазу кажется пугающей и разрушительной. Почитание Кали особенно распространено в Бенгалии, где находится один из старейших, посвященный ей, храм Каликхата, город Калькутта. Второй из лучших храмов Кали находится в Дакшинишваре. Почитатели Кали в ритуальных целях пили вино. Во время ритуала верующие тремя глотками пили священную воду, наносили на межброви красным порошком отметину, изображению богини подносились красные цветы и возжигали свечи. Затем читалась молитва, после чего, вдыхая аромат жертвенного цветка, верующие ели жертвенные подношения. Праздник в честь богини отмечался в начале сентября. Расцвет культа Кали пришелся на период султанатов XIII-XIV веков. С XII по XIX века в Индии была распространена тайная секта тхагов, фанатиков, посвятивших себя служению Кали как богини смерти и разрушения. Примерно с XII века банды тхагов в центральной части Индии грабили караваны и убивали путешественников. Жертву душили, накинув сзади на шею веревку или шарф, а затем закапывали ритуальный кирком отыгой или сбрасывали в колодец. Согласно историку Уильяму Рубинштейну в промежуток с 1740 по 1840 годы тхаги убили 1 миллион человек. Книга рекордов Гиннеса относит на их счет 2 миллиона смертей. В 1825-1850 годах генерал-губернатор Индии лорд Уильям Бентинг совместно с полковником сэром Уильямом Слиманом покончил с тхагами путем массовых арестов и казней. В промежуток с 1831 по 1837 годы было поймано 3266, из которых 412 были повешены, 483 дали признательные показания, а остальные были распределены по тюрьмам. В английском языке слово «тхаги» приобрело нарицательное значение «убийц-головорезов». Со второй половины XX века у историков и исследователей индийского традиционного общества начал формироваться альтернативный взгляд на проблему тугов. В соответствии с этим взглядом широко растиражированный в исторических и псевдоисторических сочинениях миф о секте душителей, являлся фикцией, созданной для прикрытия широкомасштабных административных и полицейских мер по установлению порядка на вновь завоеванных или присоединенных британской остеидейской компанией территориях. Анализ существующих источников и сведений приводит к выводу, что за счет эксплуатации ксенофобских и религиозных взглядов европейского общества была создана база для нивелирования роли цивилизованных инструментов правосудия и проведения широкомасштабных репрессий в отношении неконтролируемых новой администрации мобильных социальных групп традиционного индийского общества. Обвинение в ужасных демонических ритуалах, которые на проверку оказываются обычными индийскими или мусульманскими практиками жертвоприношения животных, было необходимо для введения особых, исключительных мер, не требующих правосудия. Слеман писал, если эти люди, ведомые жрецами дурги, ожидают наград в этой жизни, и в следующей, мы должны противопоставить им еще больший страх немедленного наказания, и если наши нынешние средства непригодны для этого, мы должны создать другие, чтобы зло было устранено. Усиление контроля над всей жизнью новых территорий, и в первую очередь экономической ее частью требовало экстраординарных мер. Исследователи отмечают, что в попытке примитивизировать и демонизировать культуру Индии и ее обитателей, как древнего и традиционного зла, в отрыве от реальной криминальной ситуации, была создана фикция, Таги, призванная оправдать расширение и укрепление власти новой администрации. Показать силу британского оружия. В другом случае Таги являлись просто дискурсом, набором темноты, мистерии, загадочности, непредсказуемости и угрозы, изобретенные Слиманом и его соратниками, которые сами поместили себя в повествование о борьбе добра против сил зла, исказив истинные мотивы реальных преступников, которые почти всегда были экономическими. Британское правление в Индии началось в 1757 году, когда после битвы при Плесси англичанин Роберт Клав сделал навабом Бенгалии мира Джафара. По другой версии, это случилось в 1766 году, когда Остинская компания получила право сбора налогов в Бенгалии и Бехаре, или в 1773 году, когда была основана столица Британской Бенгалии в Калькутте и назначен первый генерал-губернатор Уоррен Гастингс. В 1818 году компания победила империю Мратха, а затем установила контроль над ее территорией и стала доминировать на всем субконтиненте. Компания была частной организацией, которая подчинялась Совету директоров в Лондоне. Первоначально она ставила своей целью монополию на торговлю с Индией, но постепенно обрела правительственные функции, завела свою армию и администрацию. Британское правительство сначала не контролировало компанию. Несмотря на многочисленные жалобы на коррупцию и злоупотребление ее чиновников. Только в 1784 году индийский акт Пита дал британскому правительству контроль над компанией. Правление компании длилось до 1857 года, когда после восстания Сипаев оно было ликвидировано. Актом об управлении Индии 1858 года британское правительство взяло на себя прямое управление вице-королевством Индия, Бритиш Радж. Европейская колонизация Индии и установление британского владычества на индийском субконтиненте, сперва в форме британской остеидейской компании, а затем в форме британского Раджа, сопровождалась негативными последствиями наподобие разорения местных производителей, усиления эксплуатации и массового голода 1769-1773 годов в Бенгалии. Точка, зачастую оно встречало сопротивление местного населения, однако антибританские силы потерпели неудачу в результате карнетикских войн, отсчет подчинения. Бенгалии ведут с их битвы при Плеси 1757 года. Англо-Майсурских войн, продлившиеся до поражения правителя княжества Майсур типу султана в 1799 году, Первой и Второй Англо-Сикхской войны, покончивших с Сикхской империей в 1849 году, точка, случались многочисленные вооруженные выступления против колонизаторов и их союзников, например, под предводительством Титумера или Пайки Бакши. В 1857 году восстали Сипай, солдаты индийского происхождения в британской колониальной армии. И английские власти лишь путем больших усилий и серьезного кровопролития смогли подавить это крупнейшее выступление. После этого вместо остеидейской компании Индии стала управлять непосредственно королева Виктория, с 1876 года принявшая титул императрицы Индии, от которой назначался вице-король. Первые современные организованные движения за освобождение Индии появились в Бенгалии. Вначале они выступали за использование военной силы для обретения независимости, но поздние перешли к политической борьбе, главной вехой в развитии которой стало образование Индийского национального конгресса. Ему предшествовали Восточную индийская ассоциация, основанная Дадабхайм Народжи в 1867 году. И Индийская национальная ассоциация, основанная Суриндранадхом Баннерджи в 1876 году. По предложению отставного британского чиновника ЮМ, Аллан Октавиана в 1885 году, либеральные представители национальной интеллигенции учредили Инг. На этом этапе ощущалось влияние общественно-религиозных реформаторских движений вроде Ари-Самадж и Брахма-Самадж. К 1890 году оформилось и крайнее течение в национально-освободительном движении, возглавляемое Балган Гадхаром Тилаком. Применяя принцип «разделяй и властвуй», вице-король Индии лорд Джордж Натаниэл Керзан в 1905 году разделил Бенгалию на западную, индуистскую, и восточную, мусульманскую, поощряя также выделение из общеиндийского освободительного движения Всеиндийской мусульманской лиги в 1906 году. В ответ в 1900-х годах такие движения, как Лал-Бал, пал во главе с Тилаком. И деятели наподобие Шри Ауробинда выступили поборниками более радикальных методов борьбы за политическую независимость. В марте 1919 года был принят жесткий закон об охране порядка, в ответ на что ставший к тому времени известным общественным деятелем Махатма Ганди призвал провести в Индии Хартал, то есть прекращение хозяйственной деятельности, всеобщую забастовку. Вскоре в стране начались волнения, что побудило Ганди отменить Хартал. Но к тому времени обострилась обстановка в Пенджабе. 13 апреля 1919 года в Амрицаре войска под командованием бригадного генерала Реджинальда Дайра открыли огонь по демонстрантам, было убито не менее 379 человек. В ходе начавшейся в 1920-е годы, последней стадии борьбы за независимость Индийский национальный конгресс взял на вооружение пропагандируемую Махатмой Ганди политику ненасилия, Сатья Граха. Позднее Субхаз Чандрабос и некоторые другие лидеры начали практиковать более радикальные, военные меры в борьбе с англичанами, тогда как другие вместе с политической свободой выступали за предоставление экономических свобод индийским крестьянам. Появившийся в первых десятилетиях 20 века военно-милитаристский национализм достиг своего апогея во время Второй мировой войны и послужил причиной провалившегося Индо-немецкого пакта и Кхадарского заговора. В этот период активизировались такие движения, как Индийская национальная армия и «Оставьте Индию!» движение достигло своей кульминации в 1947 году, когда произошел раздел Британской Индии и образование доминионов Индии и Пакистана. Индия оставалась доминионом британской короны до 26 января 1950 года, когда была принята Конституция Индии, объявившая страну республикой. Пакистан объявил себя республикой в 1956 году, но прошел через ряд периодов внутренней борьбы, в ходе которых демократические свободы были приостановлены. Начавшаяся в 1971 году гражданская война переросла в военный конфликт 1971 года, в результате которого от Пакистана откололся Восточный Пакистан, и на его территории образовалось независимое государство – Бангладеш. Индийское национально-освободительное движение было массовым движением, в котором приняли участие различные слои общества, и которое прошло через процесс постоянной идеологической эволюции. Хотя базовой идеологией движения был антиколониализм, его также вдохновляла идея будущего независимого капиталистического развития в совокупности со светской, демократической, республиканской и либеральной политической структурой. В 1930-е годы движение приобрело ярко выраженную социалистическую ориентацию, в основном по причине все возраставшего влияния левых элементов, в Индийском национальном конгрессе, и усиление Коммунистической партии Индии. Трица Индии, от которой назначался вице-король. Первые современные организованные движения за освобождение Индии появились в Бенгалии. Вначале они выступали за использование военной силы для обретения независимости, но поздние перешли к политической борьбе, главной вехой в развитии которой стало образование Индийского национального конгресса. Ему предшествовали Восточно-Индийская ассоциация, основанная Дадабхайм Народжи в 1867 году, и Индийская национальная ассоциация, основанная Суриндранадхом Баннерджи в 1876 году. По предложению отставного британского чиновника Юм, Аллан Октавиана в 1885 году, либеральные представители национальной интеллигенции учредили Инг. На этом этапе ощущалось влияние общественно-религиозных реформаторских движений вроде Ари-Самадж и Брахма-Самадж. К 1890 году оформилось и крайнее течение в национально-освободительном движении, возглавляемое Балган Гадхаром Тилаком. Применяя принцип «разделяй и властвуй», вице-король Индии лорд Джордж Натаниэл Керзан в 1905 году разделил Бенгалию на западную, индуистскую, и восточную, мусульманскую, поощряя также выделение из общеиндийского освободительного движения Всеиндийской мусульманской лиги в 1906 году. В ответ в 1900-х годах такие движения, как Лал-Бал-Пал во главе с Тилаком. И деятели наподобие Шри Ауробинда выступили поборниками более радикальных методов борьбы за политическую независимость. В марте 1919 года был принят жесткий закон об охране порядка, в ответ на что ставший к тому времени известным общественным деятелем Махатма Ганди призвал провести в Индии Хартал, то есть прекращение хозяйственной деятельности, всеобщую забастовку. Вскоре в стране начались волнения, что побудило Ганди отменить Хартал. Но к тому времени обострилась обстановка в Пенджабе. 13 апреля 1919 года в Амрицаре войска под командованием бригадного генерала Реджинальда Дайра открыли огонь по демонстрантам, было убито не менее 379 человек. В ходе начавшейся в 1920-е годы, последней стадии борьбы за независимость Индийский национальный конгресс взял на вооружение пропагандируемую Махатмой Ганди политику ненасилия, Сатья Граха. Позднее Субхаз Чандрабос и некоторые другие лидеры начали практиковать более радикальные, военные меры в борьбе с англичанами, тогда как другие вместе с политической свободой выступали за предоставление экономических свобод индийским крестьянам. Появившийся в первых десятилетиях XX века военно-милитаристский национализм достиг своего апогея во время Второй мировой войны и послужил причиной провалившегося Индо-Немецкого пакта и Кхадарского заговора. В этот период активизировались такие движения, как Индийская национальная армия и «Оставьте Индию!». Движение достигло своей кульминации в 1947 году, когда произошел раздел Британской Индии и образование доминионов Индии и Пакистана. Индия оставалась доминионом британской короны до 26 января 1950 года, когда была принята Конституция Индии, объявившая страну республикой. Пакистан объявил себя республикой в 1956 году, но прошел через ряд периодов внутренней борьбы, в ходе которых демократические свободы были приостановлены. Начавшаяся в 1971 году гражданская война переросла в военный конфликт 1971 года, в результате которого от Пакистана откололся Восточный Пакистан, и на его территории образовалось независимое государство – Бангладеш. Индийское национально-освободительное движение было массовым движением, в котором приняли участие различные слои общества, и которое прошло через процесс постоянной идеологической эволюции. Хотя базовой идеологией движения был антиколониализм, его также вдохновляла идея будущего независимого капиталистического развития в совокупности со светской, демократической, республиканской и либеральной политической структурой. В 1930-е годы движение приобрело ярко выраженную социалистическую ориентацию, в основном по причине все возраставшего влияния левых элементов в Индийском национальном конгрессе и усиления Коммунистической партии Индии.